Донская пехота Первой мировой Третий Донской казачий отдельный батальон Ч. 1. Гора Александра Невского О действиях Донской пехоты в годы Первой мировой войны, в отличие от кубанских пластунов, известно куда меньше. Попытаемся частично устранить этот пробел, сосредоточившись на истории некоторых из Донских казачьих отдельных батальонов в указанный период. В этом нам поможет документ описания боевых действий Третьего Донского казачьего отдельного батальона с 1 декабря 1915 года. По 1 января 1917 года. РГВИО. Ф. 2007. ОП. 1. Д. 54. Третий Донской казачий отдельный батальон, действовавший на Кавказском фронте, в период с 1 по 7 декабря 1915 года, находился в бригадном резерве, располагаясь по квартирам в сел. Караурган. Батальону, как и Донской казачьей пешей бригаде, выпала честь участвовать в эрзирумской операции одной из самых блестящих побед русского оружия в Великую войну. 8 декабря, согласно распоряжению начальника Донской казачьей пешей бригады, батальон выступил из караургана на смену 1-го Донского казачьего отдельного батальона, занимавшему боевой сторожевой участок северо-западней сел. Хошап на горах Большая и Малая Казолиджа. По прибытии в сел. Хошап. Два сотни батальона заняли батальонный боевой сторожевой участок, а три сотню расположилась в сел. Хошап в батальонном резерве. В период 8-29 декабря батальон нес сторожевую службу, все время находясь в тяжелых условиях, борясь со снежными заносами, неся разведывательную службу и вместе с тем занимался укреплением позиции. В соответствии с приказом начальника Донской казачьей пешей бригады, батальон вошел в состав левого боевого участка, начальником которого состоял полковник Духопельников. В части предстояло, сосредоточившись 29 декабря у горы М. Казалиджа совместно с 4-м Донским батальоном и пулеметными командами 7-го и 9-го кубанских пластунских батальонов и 6-й горной батареи 39-й артиллерийской бригады, 30 декабря рано утром перейти в наступление, чтобы в 5 часов 30 минут атаковать турок, направив главный удар на два кольцевых окопа на хребте Западней горы. Затем следовало содействовать захвату Г. Александра Невского и, развивая успех, атаковать Г. Кузучан с юго-востока. После захвата горы продолжать самое решительное наступление на фронте Шербаган-Чершик-Су. За несколько дней до наступления разведка выяснила, что противник силы не менее 2-х батальонов занимал сильно укрепленную позицию на высотах горы Александра Невского и на юго-восток от нее по хребту с кольцевыми окопами сильного профиля с бойницами и проволочными заграждениями. Напротив гор Б. и М. Кизильджа турки имели два особенно сильных кольцевых окопа с весьма трудными к ним подступами. Местность, где предстояло действовать батальону, была крайне пересеченной, изрезанной глубокими оврагами. Населенных пунктов не было вплоть до Пассиинской долины. Дороги отсутствовали, а летние тропы были занесены глубокими снегами. Операционное направление батальона проходило на большой высоте, стояли сильные морозы, мели снежные бураны, дули мощные ветры. Батальон, сосредоточившись на горе Малая Кизильджа, вместе с другими частями, в 23 часа 29 декабря выступил к исходному рубежу. Прибыв на исходный пункт и построив боевой порядок, батальон совместно с 4-м Донским батальоном, действовавшим левее, бросился в атаку на кольцевые окопы и гору Александра Невского. Двигаться приходилось по глубокому снегу, мертвых пространств, где батальон должен был перемещаться, почти не было. С вражеской позиции огонь по наступающему батальону был в высшей степени интенсивным и движение без потерь было невозможно. В 6.30. Завязалась сильная перестрелка, а через час артиллерия открыла огонь. Батальон наступал прямо в лоб на кольцевые окопы и гору Александра Невского. Противник развил сильный винтовочно-пулеметный огонь, но несмотря на целый ряд препятствий и упорное сопротивление турок, кольцевые окопы и гора Александра Невского в 11.30 были заняты, причем на последний были захвачены в плен 25 айскеров. В этот день казаки батальона показали себя героями не глубокий снег, не буран, ослеплявший глаза, не сильный мороз, от которого они могли сильно пострадать, не остановили их стремительного натиска. Потери. Офицеров убитых нет, ранено 2, контуженных нет, нижних чинов убито 7, ранено 34, контуженных нет. В 8.30.31 батальон выступил для атаки горы Куйзучан. Сразу же он подвергся артиллерийскому огню и был вынужден построить боевой порядок и продолжать наступление, не пользуясь тропой, пробитой отошедшими турками. Ровно в 15.00 батальон ввязался в сильный бой с турецким арьергардом, занимавшим позицию на хребте к югу от горы Александра Невского. Турки и здесь оказали упорное сопротивление, но в 17.00 они были сломлены, и батальон, заняв их окопы, остановился на ночлег. Потери. Офицеров убитых, раненых и контуженных нет, нижних чинов убито 1, ранено 2, контуженных нет. 1 января Нового, 1916 года в 7 часов батальон, в составе левой колонны полковника Духопельникова, выступил по направлению на Г. Куйзучанну колонна была остановлена, пока не вышла на ту же линию колонна полковника Полухина. В 12 часов батальон снова перешел в наступление. Шедшая впереди батальона команда пеших разведчиков завязала перестрелку с противником, занимавшим окопы на отрогах Г. Куйзучана, откуда в 15 часов турки были выбиты подошедшими сотнями батальона. Двигавшаяся с запада колонна противника силой до одного батальона, была обращена в бегство. С наступлением темноты, батальон остановился ночевать на отрогах Горы Куйзучана, поддерживая связь с соседними частями. Потери офицеров убитых, раненых и контуженных нет, нижних чинов убито 2, ранено 9, контуженных нет. 2 января батальон в составе колонны выступил в 5 часов, а в 7 часов начал атаку на гору Куйзучан с северо-восточной стороны, последовательно отодвигая противника на самую высоту. В 11 часов, перейдя в решительное наступление совместно с 4-м Донским батальоном при поддержке вторых орудий 6-й горной батареи 39-й артиллерийской бригады, овладели Г. Куйзучан. Потери офицеров убитых, раненых и контуженных нет, нижних чинов убито 1. Трофеи офицеров 12, аскеров 167. 3 января в 8 часов отрабатальон, в составе колонны полковника Духопельникова, выступил с места ночлега по направлению на высоты между селениями Портанус и Корабых. Первая сотня, двигавшаяся на правом фланге батальона и державшая связь с колонной полковника Борисова, в 10 часов выбила турок из сел. Портанус, а остальные сотни батальона, двигаясь и тесня противника, повели наступление на сильно укрепленный кольцевой окоп, находившийся северо-восточнее сел. Корабых. К вечеру противник был сломлен и отступил на сел. Шербаган. Батальон ночевал на занятых позициях. Люди были до крайности утомлены безостановочными переходами и вследствие отсутствия деревень, где могли бы достать дров и обсушиться. 4 января четыре сотни батальона в составе колонны полковника Духопельникова в пяти часов двинулись по направлению на сел. Портанус, а четвертый донской батальон находился на хребте ижнее сел. Портанус. Авангардная первая сотня, выступившая и сел. Портанус на высоте между СС. Портанус и Чермыксу встретила турок численностью около двух батальонов и вступила с ними в довольно тяжелый и неравный бой, который вела до подхода четвертый в сотен с пулеметами. Подошедшие сотни, быстро построив боевой порядок, повели энергичное наступление и быстро отбросили противника в направлении на СС. Чермыксу и Шербаган. Батальон остановился на ночлег в сел Чермыксу, кунные же разведчики совместно с разведчиками четвертого батальона преследовали противника до сел. Шербаган. Потери, в офицерах не было, нижних чинов убито 13, ранено 29, контуженных не было. 5 января батальон в составе колонны полковника Духопельникова двинулся в 7 часов на сел. Шербаган, через сел. Кизилорана Сансур, с целью ударить во фланг отступающим туркам. Движение батальона происходило по глубокому снегу весь день и всю ночь. 6 января батальон до 10 часов оставался в сел. Сансури, откуда выступил в сел. Гинску да прибыл в 17 часов. 7 января в 8 часов в две сотни, пятое и третье, согласно распоряжению командира батальона полковника Духопельникова, выступили в сел. Курныч, где заняли сторожевое охранение, три сотни оставались в сел. Гинс. 9 января три сотни батальона прибыв в сел Курныч, и, вместе с присоединившимися пять и три сотнями, по распоряжению начальника Донской казачьей пешей бригады, выступили в сел. Шербаган и прибыли в последние 10 января в 11 часов. 11 января батальон выступил и сел. Шербаган в сел. Коробых, куда прибыл того же числа в 17 часов. Оставался в селении до 14 января выступив в сел. Рабат, куда прибыл 16 января в 16 часов, заняв сторожевое охранение. В этом пункте и оставался до 19 января, неся сторожевую службу. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова